Ну а прямо сейчас я рада приветствовать в нашей студии актера с самым красивым и узнаваемым голосом Юрия Круценко. Юрий, здравствуйте. Здрасте, Елена. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер. Ну, помимо голоса, помимо кино, помимо телевидения, сегодня мы говорим о режиссуре. Давайте. Итак, вот как раз перед эфиром пытались вспомнить, да, когда же должна была состояться премьера в Владимирском академическом театре драмы «Желанная», ну, наконец-то она состоялась вот буквально недавно. Да, слава богу, мы уже успели пять раз сыграть, ну, полгода, разрыв, там, плюс-минус несколько дней, полгода состоялся спектакль. Ну, давайте расскажем нашим телезрителям, как все начиналось. Начиналось с того, что, ну, захотелось такой пьесы проникновенной, как говорится, вот, которая рождалась бы на глазах у зрителя. И я обратился к нашему драматургу, что характерно, теперь мне уже характерно, ваши коллеги уже говорили о том, что это стопроцентно Владимирские продукты. Мне приятно от того, что и пьеса была придумана, сочинена и написана здесь во Владимире нашим драматургом, который, к счастью, работает у нас в театре. Андрей Кулагин, замечательный человек, с хорошим слогом, с хорошим ясным умом и с прекрасным русским языком, что очень-очень отрадно. Какие-то разговоры между нами шли, как рассказывал мне периодически, что я интересовался, задав какие-то там свои пожелания Андрею. Как там, что там продвигается? Он говорит, вот, говорит, временами персонажи выходят из-под контроля. Я с таким еще не сталкивался, но мне было интересно. Персонажи в итоге от того, что задумывалось, практически ничего не получилось, но получилась замечательная пьеса. И мне было очень приятно просто прикоснуться к этому, мне было приятно, что где-то в какой-то степени я поучаствовал. Ну, Андрей человек щедрый, и когда подписывал мне свою книгу, вообще не касаемую этой пьеси, он написал автору, соавтору и вдохновителю. Это он, конечно, с большим авансом и просто с хорошим отношением, как добрый, щедрый человек, написал. Я не настолько его сильно вдохновлял, думаю, скорее зудил, чтобы Андрей Кулагин что-то вот такое делал, что-то такое. Но в итоге получился очень хороший материал, я бы сказал, замечательный материал, в котором было приятно побывать. Это получился мир, в котором было приятно побывать, потому что путешествовать можно в пространстве, можно во времени, если там включать свою память, а можно по душам других людей. И вот в данном случае, начиная от души драматурга, путешествовал в компании замечательных моих коллег, а в хорошей компании, а хорошая компания, такая компания, где тебя могут чем-нибудь угостить. Но в данном случае эмоциями и своим прочтением этого материала мне очень-очень помогали мои коллеги в плане того, что они тоже прониклись этим материалом, который в первую очередь, не знаю, может быть Андрею, конечно, в первую очередь. Но я считал, что мне в первую очередь интересен. В хорошей компании, в компании людей, которых уважаешь, мнением которых дрожишь, всегда приятно путешествовать. В данном случае мы путешествовали по миру драматурга нашего, писателя тоже, вот в том мире. И что приятно, мне вот из последних, после спектакля, который состоялся, самый-самый недавний, наши работники смотрели и случайно оказались среди людей, которые расходились уже со спектакля. И сказали, слушай, они как будто ничего не учили, как будто они не знают никакого текста, как будто они здесь все это рождали. И правда, я переживала вместе с ними. Вот самый главный эффект, тогда я понял, что самый главный эффект был достигнут. Это что это рождается здесь, это рождается при зрителях. Ну, зритель же не сидит, не считает себя зрителем. Во всяком случае, он воспринимает так, как он оказался случайно где-то участником этого дела. Мне это было очень приятно, я понял, что цель мы достигли. То есть, это было задумано. Я почему спрашиваю, где-то на страницах соцсетей, как раз Андрей Кулагин написал после премьеры, что вроде вообще все не так, и по тексту все не так, но мне очень понравилось. У нас был спектакль, но... Что имелось в виду, расскажите. Он имел абсолютно прямой. У нас был спектакль, все артисты боятся второго спектакля, второй премьеры, как говорят, когда к первой готовишься, очень собираешься, очень нервничаешь, а на второй вроде тебя отпускает. У нас это случилось и на четвертом спектакле. И спектакль... Мысль ясна, что мы делаем, мы знаем, а почему-то текст, вот тот вот, заданный драматургом, не рождается. Не рождается, он же, да, но с такими изменениями, которые пугают самих артистов. Этой болезнью надо переболеть, и вот у нас это случилось не на второй, не на третий, а на четвертый спектакль. Как случилось следом, на следующий день мы играли пятый уже спектакль, и все стало на свои места. Да, Андрей, я думаю, я не читаю, к сожалению, или к счастью, в соцсетях я не бываю. Но Андрей в разговоре со мной говорил свое впечатление. Он пришел один на другой спектакль, и на самый ужасный я пришел, сказал, извини, тебе, наверное, этого видеть не надо было, но нам нужно было переболеть. Мы настолько были собраны, что уже боялись, в данном случае говорю больше о себе, что боялись точного знания текста. Почему? Ну, когда ты очень точно знаешь текст, ты начинаешь думать, да нет, это не сейчас, это же попозже. Успеваешь подумать. Боясь, наверное, нарушить хронологию всех событий описанных автором, ну, есть такой момент у артистов. Ну, я говорю, это такая детская болезнь, вот как там свинка, там, не знаю, ветрянка. Вот у артистов такое бывает, где-то, когда они вроде бы все хорошо знают, и тут же начинают бояться знания текста. Есть люди, которые боятся незнания текста, я вышел, не знаю, что говорить, не знаю, что делать, а тут наоборот, я все хорошо знаю, и настолько хорошо, что я уже начинаю сомневаться в том, что так ли это, могу ли я так хорошо все это знать. Ну, я надеюсь, мы переболели этим и уже привили себе иммунитет. Слушайте, ну, в любом случае, то, как воспринимает спектакль драматург и то, как воспринимает спектакль зрители, это, наверное, вообще разные вещи. Абсолютно. Как восприняли, приняли желанную зрители? Нам удалось еще не только в стенах нашего театра сыграть, мы успели выехать достаточно далеко, в Балакирево, в Владимирской области. Мне очень нравится это место, я с удовольствием бываю, там замечательный зритель. Но поскольку мы играли не в пространстве малой сцены, когда зритель вот практически присутствует вот вместе с нами, а все-таки на большой достаточно сцене, было опасение, как воспримут, мы не чувствовали так близко зал, как мы его чувствуем у себя в стенах. И было как-то, меня сперва не очень, может быть, даже до конца как-то, мы не были до конца уверены, да не слили мы. Но в итоге уже на поклоне мы смотрели, даже люди вот там с ограниченными физическими возможностями были, вот они в первом ряду были, и я думаю, что-то я не понимаю, почему ряд, первый ряд загибается. А там сидела женщина-колясочница, и мне было приятно смотреть на ее лицо. Мы, правда, утянули ее в этот мир, по которому сами путешествовали, и заставили сопереживать, заставили радоваться, смеяться, может быть, огорчаться где-то. Мы не знаем истории этого человека, но этот человек знает нашу историю, которая родилась у него на глазах. И, на мой взгляд, мы делаем все, ну, прилагаем все усилия, чтобы это рождалось именно здесь. И даже тот спектакль, где у нас что-то там путалось, может быть, с текстом, он тоже был из разряда, где рождается на месте. Вот прямо сейчас. Тем более интереснее, наверное, да? Я надеюсь, что зрителям это интересно, потому что восприятие, самое-самое, что у меня есть, на мой взгляд, однозначно положительное. Может быть, кому-то что-то там не понравится, но я пока еще не слышал этого. Если мне скажут, я буду рад узнать, что может, что-то непонятно, что не ясно, что три человека, находятся полтора часа на сцене, что-то выясняют, какие-то отношения, никуда нет, ничего. Но, тем не менее, по отзывам, которые я слышал, читал в прессе, люди рисовали те картины, которые мне представляли, и очень ясно, а может быть, яснее, чем мы. И это завораживает артистов, завораживает и вдохновляет, так как мы, надеемся, вдохновляем и завораживаем зрителя. Ну что ж, дорогие телезрители, следите за анонсами и за репертуаром Владимирского академического театра драмы, и успейте посмотреть спектакль желанный. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях актер Владимирского академического театра драмы Юрий Круценко. Юрий, спасибо вам. Спасибо вам большое. Всего доброго, ждем в театре. Спасибо.